Сегодня я хотел бы коснуться нескольких самых базовых концепций, касающихся портфельных инвестиций. В самом общем виде портфель — это некий набор активов. Я поговорю о риске, доходности, и в конечном счете мы подойдем к основополагающей теории финансов. Модели оценки капитальных активов. Для начала давайте поймем, что такое леверидж. И еще давайте добавим такую вещь, как акционная премия. Вот эти два понятия будут в центре нашего разговора. Наверное, стоит даже начать с акционной премии. Итак, люди столкнулись со следующей загадкой. Я продолжу свой пример с Ост-Индской компанией, но это понятие гораздо более глобальное. После нескольких лет открытой торговли люди начали думать о VOC примерно в следующем ключе. Это какая-то золотая жила. Компания растет невероятными темпами и зарабатывает огромное количество денег. Ее акции растут, наверное, процентов на 20 в год или еще больше. И это вызвало всеобщий ажиотаж. Но в то же время некоторые начали задумываться, как такое вообще возможно? Может, компания и сделала 20% за один год, но как им удается показывать такой результат каждый год? Давайте я допишу сюда загадка. Прошло 400 лет с момента основания VOC. И по всем наблюдениям, с тех пор один факт оставался незыблемым. Акции компаний обеспечивают очень хорошую доходность. И это настоящая загадка. Потому что если какая-то инвестиция приносит существенную прибыль, разве другие люди не бросились бы вкладывать свои деньги в этот же инструмент? Так что он перестанет быть интересным. Но в реальности, по всем показателям, средняя доходность от акций всегда оставалась очень высокой. Кстати, это одна из центральных тем в книге Джереми Сигала «Stalks for the Long Run», которую я рекомендую для этого курса. Сигал приводит данные. Конечно, не с 1602 года. Он собрал статистику, начиная с 19 века. И он говорит, что среднегеометрический годовой доход на рынке акций в США с 1871 по 2006 составлял 6,8% с поправкой на инфляцию. Это 6,8% в год после инфляции. Так что если вы добавите к этой цифре еще 3-4% инфляции, то получите около 10%. Если сравнивать этот показатель с краткосрочными государственными облигациями, которые являются самым надежным вложением США, для них чистая доходность составляла лишь 2,8% в год. То есть разница между ними 4%. На протяжении более чем 100 лет наблюдений акции демонстрировали невероятный рост. Более того, Сигал отмечает, что не было ни одного отрезка в 30 лет и более, за исключением периода с 1831 по 1861 год, когда облигации были более предпочтительным вложением, чем акциям. Получается, акции всегда были очень хорошим вложением денег. Как же это понимать? Разве люди не учатся на своих ошибках? Подумайте, если мы считаем, что все думают о собственном благополучии, неужели они бы не хотели вкладываться в более прибыльные инструменты? Зачем им вообще инвестировать во что-то, кроме акций? В этом и заключается парадокс. Причем он касается не только Соединенных Штатов. Профессоры лондонской школы бизнеса Димсон, Марш и Стентон написали книгу «Триумф оптимистов». Оптимистов на рынке акций. Они изучили доходность акций во многих странах по всему миру и обнаружили, что на протяжении 20 века акции везде чувствовали себя лучше, чем облигации. Меньше всего акционная премия оказалась в Бельгии, лишь 3%, а самая высокая была в Швеции, 6%. Как так получается, что какой-то актив, в нашем случае акция, оказывается лучше, чем все остальные объекты инвестиций? Ну, хорошо. Как обычно, отвечают на этот вопрос. Почему так происходит? Обычно говорят «из-за риска». А акции — это более рискованный инструмент. Цена прыгает то вверх, то вниз изо дня в день. И дополнительная доходность возникает исключительно благодаря риску. Об этом я и хочу поговорить сегодня в своей лекции. Действительно ли риск дает исчерпывающее объяснение этому явлению? И откуда на самом деле берется акционная премия? Я бы хотел обратиться к теории, которую разработал Гарри Марковиц, когда он был еще аспирантом в университете Чикаго, а может быть, когда он только закончил университет. В 1952 году он опубликовал ставшую классикой работу в Journal of Finance, которая полностью изменила то, как мы думаем о риске финансовой науки. Изменила навсегда. Давайте вернемся к самой базовой идее, которая возникла еще во времена Ост-Индской компании. Тогда все полагали, что акции — это лучшее вложение денег. Я записываю это словосочетание и ставлю «лучшее вложение», в кавычки, потому что это не тот термин, который я бы предпочел использовать. Что же такое «лучшее вложение» или «лучшая инвестиция»? Тогда вам бы сказали, «Посмотри на VOC, у них потрясающая доходность». Любой умный человек вложил бы в эти акции все свои деньги. Но что-то тут не так, верно? Я нашел старый выпуск «Journal of Finance» и статью «Марковица», написанную в 1952 году. И мне показалось крайне удивительным, что то, о чем он говорил, не было открыто до него. Тогда он тоже задался вопросом о лучшем вложении денег. И как можно вообще определить, какая инвестиция является наиболее предпочтительной? И судя по его статье, ведь для меня эта идея казалась настолько простой и очевидной, хотя, конечно, я не первый год изучаю финансовую теорию. Так вот, странно, что никто не знал таких базовых вещей в 1952. Давайте вообразим, что вы управляете портфелем инвестиций, и вы любите математику. Вы разбираетесь в цифрах, в статистике, знаете, как посчитать стандартное отклонение, дисперсию и так далее. Что бы вы сделали в первую очередь? Вы думаете цифрами, вы математик, и вы управляете чьим-то портфелем активов. Инвестор дал вам определенный горизонт. Скажем, в один год. Каков ваш план? Наверное, для начала вы захотите собрать данные по всем активам, которые существуют и которые вы можете приобрести. Не только об акциях и облигациях, но также о недвижимости, нефти, различных товарах. И для каждого актива вы можете посчитать среднюю историческую доходность. Верно? И вы можете вычислить дисперсию, ковариацию, корреляцию. Ведь у вас есть все данные. Конечно, вы могли бы сказать, «Я не думаю, что эти цифры имеют хоть какое-то отношение к тому, что произойдет в будущем, потому что я умнее, я думаю, на несколько шагов вперед». Но давайте все же придерживаться исключительно математического подхода к этому вопросу. «Примем как данные все исторические доходности по активам, их дисперсии и ковариациям». Тогда Марковец спрашивает, «У нас есть все цифры. Какое же вложение тогда будет наиболее предпочтительным?» В тот момент он понял, что никто и никогда не задумывался о такой постановке проблемы. Неужели это не очевидная и четко поставленная задача? «Я даю вам все дисперсии, все ковариации, все доходности и говорю. Предположим, что все так и будет продолжаться. Куда нужно вложить деньги?» Забавно, что когда Марковец вспоминал об этом открытии, кстати, позднее он получил за него Нобелевскую премию. И более чем заслуженно, как я считаю. Это был настоящий прорыв. Так вот он сказал, что, будучи аспирантом, он просто болтал с кем-то в коридоре и думал об этой идее. И затем что-то щелкнуло в его голове, и картина сложилась сама собой. «Если у меня есть вся нужная статистика, то я без труда могу найти оптимальный портфель». Ему потребовалось два или три дня, чтобы выстроить всю теорию. Надеюсь, вы уже поняли, насколько это было очевидно. Вам бы не составило труда повторить это открытие, но никто даже не думал о такой постановке вопроса до Марковица. Теперь давайте разберемся в этой теории. Здесь нет места экспертному мнению. Все предельно просто. У вас есть набор данных, и вам нужен конкретный ответ. Первое, о чем я хочу поговорить, — случаи с леверджем. Вернемся обратно в 1602 год. Вы можете купить только акции одной компании, VOC. Но нам ведь нужен какой-то выбор. В противном случае смысла в портфеле просто нет. Хорошо. Скажем, нам доступно какое-то безрисковое вложение. Например, я могу вложиться в облигации голландского правительства, которые абсолютно безопасны. Конечно, это большая условность, потому что всегда есть риск, но хотя бы мы можем говорить о том, что такие облигации гораздо надежнее, чем акции Ост-Индской компании, цена на которые меняется каждый час. Итак, существует некая безрисковая ставка, под которую мы можем как вкладывать деньги, так и брать в долг. Назовем ее R с индексом F. Пусть это будет 5% в год, и мы вкладываем деньги на один год. Это очень скучная инвестиция. Но мы также можем взять кредит со ставкой 5%. В реальности, конечно же, процент, под который можно взять в долг, будет выше, чем безрисковая ставка. Получается, что у нас есть некая ставка, и любой человек на рынке, который хочет одолжить денег или, наоборот, взять кредит, будет использовать именно ее. 5%. Хорошая круглая цифра. Теперь предположим, что акции Ост-Индской компании имеют историческую доходность в 20%. Это будет их ожидаемой доходностью. Но в то же время это и очень рискованная инвестиция. Ее стандартное отклонение составляет 40%. Это Сигма. Во что мне вложить свои деньги? Как видите, это очень простая задача. У меня есть только акции VOC, а также безрисковый инструмент с доходностью 5%. Я могу нарисовать график, на котором по одной оси я отложу Сигму, а по другой — R. Сигма — это стандартное отклонение для моего портфеля. А R — мой ожидаемый доход. Теперь все, что я буду делать, это подбирать определенные сочетания акций и безрисковой инвестиции. Я сходу могу нанести на график несколько точек. Скажем, тут я могу вложить деньги под 5% без какого-либо риска. Здесь будет точка RF. Это ноль. А это некие положительные числа. Понимаете, что я тут отметил? Это самое скучное из инвестиций. Нет риска, только доход в 5%. Я также могу отметить эту точку. VOC будет находиться где-то тут. Всем видно? Отлично. Ост-Индской компании соответствует точка с риском 40 и ожидаемой доходностью 20. Итак, у нас есть две точки, но мы ведь можем построить и другие, верно? Что если я взял в долг, чтобы купить? Давайте так. У меня есть 100 гульденов. Это была такая валюта в средневековой Голландии. Гульден. Давайте запишу. Итак, у меня есть 100 гульденов, которые я могу вложить, например, в акции VOC. Тогда мой ожидаемый доход составит 20 гульденов со стандартным отклонением в 40 гульденов. Так вот, теперь я хочу взять в кредит еще 100 гульденов. Помните, у меня всего 100. Я возьму еще 100 и все вложу в акции. У меня будет акции на 200 и кредит в 100 гульденов. Что случится с моим ожидаемым доходом? Он составит 35%. Я владею акциями на 200 гульденов, которые в среднем приносят по 20% в год. Это дает мне 40 гульденов. Но я также должен платить 5% со 100 гульденов по кредиту. Таким образом, я ожидаю получить 35 гульденов или 35% прибыли на свой капитал. Давайте сразу отметим эту точку на графике. 35 находится где-то здесь. А вот тут 80, ведь мое стандартное отклонение составляет 80 гульденов при пакете акций на 200. Можно сказать, что в этой точке мой леверидж составляет 2 к 1. У меня есть 100 собственных гульденов, но акции я купил на 200. Ничего удивительного. Такое было возможно даже в 1602 году. Я могу провести прямую линию из безрисковой точки и выбрать любой портфель, точка которого лежит на этой линии. Например, в этой точке я инвестирую половину своих денег в безрисковый актив, а половину в акции. Здесь 150 гульденов в акции, но мне придется занять 50. И так можно продолжать до бесконечности. Есть еще один момент. Что если я займу короткую позицию на акции стоимостью 200 гульденов? Мне нужно будет пойти к брокеру и сказать ему, «Я хочу продать акции Ост-Индской компании, но у меня их нет». Он мне ответит, «Нет проблем, я одолжу тебе акции, а ты мне будешь их должен». Теперь у меня как бы минус 200 гульденов, вложенных в акции VOC. А, чуть не забыл. Брокер также скажет мне, «После того, как ты продашь акции, я получу 200 гульденов с человека, которых их у тебя купит, и положу к себе на счет, а тебе буду платить проценты». Что же я получу в итоге? Я ожидаю потерять 40 гульденов с акцией на 200. Хорошая новость в том, что у меня есть еще 100 своих гульденов, которым только что добавились 200 от сделки. Я могу положить их на счет к брокеру и получать 5% в год. В итоге мой ожидаемый доход составит минус 40 плюс 15. Всего минус 25. И эта точка находится вот здесь. И, как можете видеть, мы можем оказаться в любой точке и на этой линии. У нас получилась ломанная прямая. Теперь все становится на свои места. Не так ли? Самое время задаться нашим изначальным вопросом, «А что же тогда будет считаться оптимальным портфелем?» «Ведь я могу получить любую доходность, какую захочу». Мой клиент может требовать доходность в 100%. Я честно ему отвечу, «Нет проблем. Я никакой не вундеркинд, я просто буду делать самые очевидные вещи». Кто угодно, кто хочет ожидаемый доход в 100%, может его получить. «Вопрос в леверджа». Теперь, если моя компания только и делает, что покупает акции Ост-Индской компании на заемные средства, то я могу получить любую доходность. Об этом и размышлял Марковец. Если это действительно так, то какой же портфель будет оптимальным? Не существует никакого оптимального портфеля. Есть только компромисс между риском и доходностью. И мы должны думать лишь о лучшем их сочетании. В этом случае я наглядно показал эту дилемму, и эта линия — лучшее, что вы можете получить. Любая точка на ней возможна, и вам остается только выбрать желаемое соотношение риска и ожидаемой прибыли. С фундаментальной точки зрения невозможно определить, что же будет наилучшим вложением средств. Я уже не раз повторял, но никто не знал об этом до 1952 года. Наверное, самое время показать формальное выражение того, что вы видели только что на доске. Обратите внимание, что я перешел от гульденов к долларам. Теперь мы в США. Мы инвестируем x долларов в рисковый актив. 1 минус x в безрисковый. Ожидаемый доход такого портфеля составляет r и равен x, умноженному на r1 плюс 1 минус x, умноженному на rf. Заметьте, что ожидания складываются. Дисперсия в этом случае будет равна дисперсии дохода, умноженной на x в квадрате. А чтобы найти стандартное отклонение для всего портфеля через ожидаемую доходность, я выражу x через r из этого уравнения. Получу, что x равен r минус rf, разделенному на r1 минус rf. Мне остается только подставить полученное выражение в уравнение выше и взять квадратный корень из дисперсии, поскольку я хочу найти именно стандартное отклонение, а оно по определению равно корню из дисперсии. Обратите внимание, что я использую в конечной формуле знак модуля. Если это выражение получается отрицательным, я всегда меняю его знак. Мы получили формулу для этой ломаной линии. Субтитры создавал DimaTorzok